Привет! Прямые эфиры, да и вообще телевизионные съёмки заставляют всех серьёзно волноваться. Часто это приводит к нелепым ситуациям и конфузам. В этом выпуске вы увидите подборку смешных и необычных моментов, которые попали в объектив камеры во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк под этим видео. Обычно люди на съёмках телепередач пытаются произвести наилучшие впечатления, но некоторые всё же позволяют себе распускать руки. Вероятность того, что она влетит в снежный шар, была невелика, и всё же это произошло. Может быть, не так уж и больно, но всё же очень смешно и неловко. Чего только не сделаешь ради повышения рейтингов прогноза погоды, а праздники ещё предоставляют отличную возможность сделать это немного странно, но эффектно. Дети нередко попадают в кадр во время прямых эфиров. Из-за скуки, пока мама занята и желание быть полезным, девочка стала неожиданным гостем в студии. Не все умеют красиво выйти из некомфортной ситуации. Одна из вокалисток случайно оступилась и упала во время выступления. Ей было так стыдно, что она решила не продолжать исполнение этой песни. Бывает, что журналисты попадают в неловкое положение по своей собственной вине. Ведущая случайно приподняла платье и показала больше тела, чем ей хотелось бы. Ведущие должны оставаться спокойными и собранными, что бы ни происходило. Вот настоящий профессионал своего дела. Разница в образах этих женщин очевидна. Некоторые люди, попадая в кадр, ведут себя неадекватно. Молодой человек решил прославиться и показать свои необычные навыки. Сложно вести репортаж и оставаться серьезным, когда происходит что-то нестандартное. Свинья выбрала его своей жертвой и не давала прохода репортерам. Прогноз погоды зачастую снимают в студии, а вот репортеры действительно сталкиваются с погодой непосредственно на улице. Вот она бы многое отдала, чтобы не демонстрировать собственным опытом, каково это – сражаться с порывами ветра. Могло быть и хуже, например, если бы верблюд решил плюнуть, а не просто показать свою чрезмерную дружелюбность и поучаствовать в интервью. Предлагая женщине выйти замуж, всегда есть вероятность отказа. Возможно, он подумал, что шанс положительного ответа будет больше, если сделать это в прямом эфире. Но таким своим поступком он только создал очень неловкую ситуацию для всех. Вероятно, этот прогноз погоды должен был предупредить о прохладной погоде, сопроводив это паром изо рта ребенка. Но что-то пошло не так, и визуализация пара не дала должного эффекта. Этой ведущей прогноза погоды пришлось приостановить свою программу для того, чтобы продемонстрировать, какие удары молнии завтра ожидаются в городе. Не только дети, но и домашние питомцы любят появляться в кадре. Нужно отметить, что молодой человек явно обожает своих котов и очень бережно о них заботится. Возможно, она хочет скрыться с места преступления незамеченной, но судьба поставила ей под нож. Живые включения в плохую погоду часто происходят со сложностями. А когда репортер еще не может справиться с непослушным зонтом, ситуация становится еще и комичной. Кто вообще будет обращать внимание на репортаж, когда на заднем фоне что-то происходит, тем более что-то напоминающее сцену из комедийного фильма? Надевать такой шарф, возможно, было не лучшей идеей. Зато по его движениям можно понять, насколько ветреная погода в этой местности. Возможно, у нее какое-то важное событие на следующий день, и прогноз погоды рушит ее планы. Она так расстроилась, что не смогла сдержать эмоций. Будучи в прямом эфире, журналистка даже не предполагала, что группа взрослых мужчин решила подурачиться и покривляться за ее спиной. Мальчишка знает, как привлечь к себе внимание. Его забавный и немного неуместный танец покорил толпу зрителей. В эфире местного телевидения Сирил Ромофоса, президент ЮАР, непреднамеренно добавил позитивных эмоций жителям страны. Он попытался надеть защитную маску, но получилось это у него не сразу. Она то и дело сползала ему прямо на глаза, а резинки срывались с ушей. Даже если прогноз погоды будет неутешительным, разве неприятнее это услышать из уст красивой девушки? В этот день самая главная новость для этой ведущей – предложение руки и сердца. Если обычно на работе ей нужно сохранять спокойствие, то сегодня она не сдерживала слез счастья. Сотрудницы ресторанов «Хутерс» всегда отличались яркой внешностью и броской формы. Пожалуй, репортеру было очень сложно сосредоточиться. Это настоящий талант, будучи всего несколько секунд на сцене, дважды споткнуться и чуть не упасть. Единственное объяснение этому – очень неудобные туфли. Продолжение следует... Репортер случайно проглотил бабочку, залетевшую ему в рот. Это заставило его разнервничаться, пожалеть о выборе профессии и даже угрожать оператору. Поклонники Майкла Джексона обожают повторять его лунную походку, а будучи при этом и ведущим утреннего шоу, можно заряжать энергией и развлекать зрителей своими танцами. Нежидные гости часто появляются в кадре, когда снимают репортаж. Но этот таракан совершенно без пардона нарушил личные границы журналистки. Мужчина очень ловко избежал нежеланного поцелуя от незнакомки в интересной шляпе и продолжил свой репортаж. Очевидно, что вероятность попадания мяча в человека довольно высока, когда он находится на поле. Однако в любом случае к такому невозможно быть готов. Есть люди, которые уж очень хотят попасть в эфир и не могут придумать ничего иного, как выставить себя на посмешище. Полураздетый парень в маске, оседлав коня, видимо, решил, что это его звездный час. Продолжение следует...